сегодняшнего эфира, потому что если бы имел, то говорить пришлось бы гораздо более аккуратно. Сейчас обсудим этот вопрос. На данный момент вы просто директор института Актуальной Экономии. Просто директор института. То есть ни к каким политическим партиям сейчас вы отношения не имеете, да Никита? Да, сейчас ни к каким политическим партиям отношения не имею. Я достаточно публично отразил свою позицию в отношении внутреннего политического процесса в России. Как известно, сейчас у нас идет избирательная кампания, 18 сентября будут выборы в Государственную Думу. Это не тема нашего сегодняшнего эфира, но в целом я сейчас считаю, что после этих парламентских выборов будет формироваться новая внутриполитическая российская реальность, в которой я буду обязательно принимать участие, в том числе и с подключением интеграционных евразийских процессов. Но сейчас в рамках тех политических партий, которые есть, и политических сил, я себя не наблюдаю, поэтому нахожусь над схваткой в этом отношении. Никита, скажите, пожалуйста, вы были в партии, одним из лидеров которой был Дмитрий Рогозин. Я не знаю, он имеет ли отношение сейчас к этой партии или нет, но это личность, которой в Армении отношение, мягко говоря, неоднозначное. Но оно и было изначально, потому что в связи с теми роликами, которые он запускал в начале 2000-х про арбузы и про все остальное, мы их отлично помним, после последних его выступлений, это я даже не знаю, как сказать, человек умудрился сделать так, что отработал все американские деньги, которые здесь в Армении вкладывали против России, американцы именно. Одной своей фразой он очень много людей настроил против России. Как вы относитесь вообще к таким заявлениям, и особенно если это человек, который во власти, в принципе, это вице-премьер российского правительства? Ну давайте с самого начала прокомментирую ситуацию. К партии Родина сейчас Дмитрий Олегович отношения не имеет, он является действительно основателем партии вместе с Сергеем Юрьевичем Глазевым, который тоже является советником президента сейчас по экономическим вопросам. Дмитрий Олегович, как вы правильно сказали, вице-премьер правительства России по вопросам военно-промышленного комплекса. Поэтому он достаточно публично обозначил свою позицию относительно партии Родина и не участвует в политических процессах, поэтому связывать его заявление с политикой публичной внутрироссийской, наверное, сложно. Относительно его заявления, я понимаю, о чем вы говорите, и в общем в России оно имело резонанса. Его твити, да, фактически в Твиттере, да, Дмитрий Олегович достаточно часто пользуется именно этим, этой социальной сетью для нанесения своих коротких, емких таких вот позиций. Это возбудоражило, разумеется, в первую очередь армянскую общественность относительно поставки оружия. Я вам скажу следующее. Дмитрий Олегович достаточно тонкий политик, и меня это несколько удивило, скорее всего. Я считаю, что особенно на Кавказе, а я работал на Кавказе, тоже в правительстве России, к таким вопросам нужно подходить очень тонко. Тем более в силу того, что он очень неплохо знает отношения армяно-азербайджанские, ситуацию, связанную с Карабахом, и, в общем, молчание России относительно возможного признания Нагорного Карабаха. Насколько я понимаю, он удалил этот твит впоследствии, правильно я понимаю? Если я не ошибаюсь, да, через какое-то время удалил, потому что, ну, очень жестко отсюда реакция пошла, поэтому... Я считаю, что это, конечно, его выступление сильно отразилось на отношении к России, не только в Армении, но и вообще среди наших партнеров, союзников по постсоветскому пространству и так далее. Потому что, если подобный подход Россия воспринимает по отношению к тем, кто и исторически, и в сегодняшней современной парадигме настроен положительно к российскому народу, это вещь очень небезопасная, на мой взгляд. Тем более, если взглянуть на, так сказать, если говорить чисто бизнес, да, что такое экспорт вооружений для России? По прошлому году он составил порядка 15, по-моему, 15,5 миллиардов долларов. Общий рынок экспорта вооружений в мире порядка 50 миллиардов долларов, то есть это относительно немного. Если сравнить, допустим, ну, в России это сравнимо с экспортом сельского хозяйства, и они делят там второе-третье место. А первое место с огромным отрывом – это продажа сырой нефти, это там... Ресурсы, да, энергоносители. Более 300 миллиардов долларов, то есть, иными словами, это вещи несопоставимы. С учетом того, что экспорт вооружения в Азербайджан за последнее время составил, по-моему, 5-6 миллиардов долларов в течение 5-6 лет, то есть в среднем 1 миллиард долларов в год, то это, может быть, это и бизнес, конечно, но не глобально с точки зрения макроэкономических показателей. Поэтому, скорее всего, здесь политика. Поэтому я бы оставил это на совести непосредственно Дмитрия Олеговича и его решение как таковым, а не относил бы это к глобальной общероссийской позиции как таковой. Мое личное мнение, да, я выскажу в этом отношении, мое личное мнение, здесь этот вопрос нужно снова поднять, понимая, так сказать, и присутствие и ОДКБ, и другие форматы наших отношений с Арменией. Да, понятно, Азербайджан является, так сказать, нашим партнером и торговым, экономическим партнером и в политическом смысле, но так рубить с плеча это, наверное, было преждевременно. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете сегодняшние российско-армянские отношения? Которые переживают не лучшие времена. Я вам скажу так, вот для меня вчера было удивительно, у нас есть такой рупор в России, назовут его Владимир Вольфович Жириновский, да, он позволяет себе некие иногда заявления, которые ему внутри сходят с рук, а снаружи смотрится, что, значит, это вот некий ястреб или коршун и так далее. Вот один раз на, значит, на эфире у Володи Соловьева мы с ним, значит, зарубились, если можно так выразить. Схлестнулись. Схлестнулись, да. Он, значит, зарядил о том, что надо ночью нанести ядерный удар из космоса по Турции. Это после, значит, сбитого самолета. Поэтому относиться к этому нужно относительно аккуратно, но с другой стороны. Вчера его, ваш соотечественник, Миша Шахназаров, в эфире одной из наших радиостанций спросил, а вот что вот Армения, да, вот сейчас живая тема. Он говорит, слушайте, нас это вообще не интересует, народ это не интересует, народ интересует, значит, там, зарплаты или что-то еще и так далее. Вы знаете, отчасти он прав, поскольку российское общество, в общем, устало от вот этого внешнеполитического контура, хотя очень зря нас от него отодвигают определенным образом. В России сейчас другие проблемы. Мы находимся в экономическом кризисе, и поэтому сквозь него смотрится на все это. Ну, безусловно, нужно понять, что Россия, конечно, ментально ближе Армении. Понятно, что нас связывают и исторические корни, и вера, и так далее. Относительно происходящего сейчас в Армении и, на мой взгляд, незавершившегося процесса, который был несколько дней назад. Давайте об этом поговорим сразу после рекламы, которая сейчас врывается неожиданно в нашу жизнь. Но очень скоро мы вернемся и продолжим, потому что ваш взгляд со стороны очень интересен на самом деле. Доброе утро. Мы товаримся в этом. Реклама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Никита, один вопрос. То, что происходило в Армении в последние дни, для нас, для очень многих, которые здесь внутри страны находятся, очень понятно, что парни, которые захватывали полк, вот эта вооруженная группа, которая захватила полк ППС, ничего общего не имеет с тем, что потом закрутилось в округе этой истории. То есть, если они решали локальный вопрос, локальную проблему внутриармянскую, то потом огромное количество людей появилось вокруг этого движения, которые, в том числе мы вчера с Арманом об этом говорили у нас в эфире, которые имеют явно антироссийский уклон. Так вот, как это смотрится из России, что вы для себя увидели, какие наблюдения у вас есть по этому поводу? Да, Россия, на мой взгляд, упустила эту ситуацию. Она стала возникать стихийно, потому что Россия не только в Армении, но и вообще на постсоветском пространстве и в целом в своей международной политике, в большей степени пытается ориентироваться на некую работу с элитами, назовем так. И то, на мой взгляд, это крайне некачественная работа с точки зрения информационной машины как таковой. Мы, очевидно, выступаем в этом всем. Здесь же ситуация стала развиваться скорее больше от общества, от неких народных масс, которые пришли в движение в связи с накопившимся недовольством, назовем так, внутриполитическим курсом здесь, в Армении. Определенным образом, естественно, это стало подхватываться теми, кто работал с Арменией именно с народом, с обществом, той самой мягкой силой, о которой мы так часто много говорим. Россия, очевидно, сейчас, допустим, на мой взгляд, потеряла Украину в этом отношении, потеряла и молодежь. Сейчас уже мы видим, что начинает расти второе поколение людей, которые живут не в Советском Союзе, и ментальность их абсолютно иная. И если на каком-то этапе Россия присутствовала в качестве отголоска Советского Союза, то сейчас Россия это что-то такое далекое, зачастую некое такое дремучее для поколения. Естественно, в тот момент, когда эта ситуация стала развиваться, в общество пошли информационные вбросы здесь, которые к России в меньшей степени не имели какое-то отношение. Относительно там некого плана Лаврова, который, значит, собирался убедить Сарксяна сдать часть районов там при Нагорном Карабахе, и, так сказать, относительно российских боевиков и спецназа, который здесь должен нарисоваться. И относительно того, что произойдет в случае, если, так сказать, провал этого всего состоится, и какая здесь там условная диктатура или что-то еще. То есть, по сути, этот уже ком было достаточно сложно остановить. Если сейчас разобраться в этой ситуации, на мой взгляд, мы просто упустили эту всю ситуацию, и, так сказать, допустили ситуацию, в том числе, такой активной, незримой поддержкой того, против чего вышел народ. Народ вышел против коррупционной составляющей, против определенного бесчинства олигархических процессов, которые здесь происходят. Народ вышел по линии непонимания позиций руководства Армении относительно Нагорного Карабаха после апрельской войны. И все это, естественно, превратилось вот в этот вот снежный ком, который разрешился относительно недавно. Слава богу, что вот я вчера, допустим, достаточно много общался с армянами, и я понял, почему это не переросло в большое кровавое противостояние, потому что вот это не звучало, допустим, в Киеве, это не звучит в России, это не звучит в других странах. Здесь было обозначено, что несмотря ни на что, несмотря на разность политических взглядов, может быть, каких-то исторических подходов, армяне не готовы убивать друг друга. Это невозможно здесь лить друг другу кровь, потому что это настолько, так сказать, вот такая исключительная нация, которая воспринимает себя как невозможный к самоуничтожению. То есть это, наверное, обеспечило то, что это произошло не столь кроваво, то есть удалось избежать большого кровопролития, слава богу. Относительно России. На мой взгляд, России нужно занимать более четкую позицию. В свое время, я не знаю, кто там Данте говорил, да, то есть то, что самое большое предательство, это не занимать никакую позицию, остаться независимым в момент, так сказать, неких критических вещей, которые нужно делать. Потому что усидеть на двух стульях здесь достаточно сложно. Россия, к сожалению, не сделала ни одного внятного политического заявления. Да, понятно, что здесь присутствует фактор и Азербайджана, да, здесь присутствует многочисленное количество факторов внешнеполитических. И Турция, так сказать, в связи с недавними событиями, которые произошли, так сказать, попыткой государственного переворота и перезагрузкой отношений с Турцией, которая идет по линии России. Здесь и Соединенные Штаты Америки, и российско-американские отношения, избирательная кампания, и ситуация с Ираном. То есть и Китай даже здесь завязан. Но России необходимо определяться. Мое мнение, что вот тот вопрос, который давно назрел, не то, что назрел, а давно витает, да, и о чем, так сказать, задает вопрос и армянской элиты, и армянское общество, и армянский народ относительно возможного признания Нагорного Карабаха России нужно перед собой ставить. Я считаю, что это бы в определенной степени определило бы, так сказать, вектор развития России здесь, в Закавказье. А Закавказье сейчас становится основной для России геополитической точкой вообще своего дальнейшего развития как такового. Потому что, понятно, очевидно, идет достаточно серьезное противостояние с Соединенными Штатами Америки, которые, пользуясь экономическим кризисом, не бьют внутри России, потому что понимают, что Россия, так сказать, себя эффективно обеспечивает вот созданием, так сказать, некого «Крым наш» и так далее. То есть, и видно, что российское общество поддерживает президента. Оно начинает потихонечку работать в точках союзников. Вот недавно я был в Беларуси, такая же ситуация. Работают, значит, по линии там польского фактора, допустим, Брестской, Гродненской области. В Молдове такая же ситуация. Добивают окончательно переход в европейский вектор. Даже Приднестровье накрывает сейчас определенным образом. Украина, понятно, прогрели. Ситуация в Средней Азии, да, там Казахстан. И Армения. Армения единственный наш, наверное, сейчас союзник на постсоветском пространстве. Искренний и честный, да, который даже не за деньги, а внутри ментально до какого-то определенного момента поддерживал Россию. А сейчас я слышу о том, что рост русофобских настроений, в том числе в связи с заявлением Рогозина, вырос с 18% до 82%, если я... Да, есть такие цифры. Арман может нам подтвердить, на самом деле, если по социсследованию такая ситуация сейчас. Таких социсследований, естественно, нет, но я могу точно сказать, потому что мы сами мониторим. В какой-то момент на импульс, на эмоциональном порыве, конечно, это вызвало настолько резкое осуждение, просто остыло потом, чисто эмоционально, потому что народ в массе своей воспринимает подобные заявления эмоционально. Я бы хотел по поводу, вот, воспользовавшись, возможно, уже свое мнение выразить. Значит, по поводу паритетной политики. Россия в нашем регионе проводит так называемую паритетную политику, есть такое понятие в геополитике, да? Это равноприближенная политика или равноудаленная, да, к Армению и Азербайджану. Есть, однако, правила, которые никогда еще в истории не нарушались. Дело в том, что паритетная политика, то есть равноприближенная или равноудаленная, как хотите называть, в отношении конфликтующих сторон в долговременном плане всегда приводит к серьезным проблемам и к возможной потере именно даже целых двух сторон. То есть паритетная политика, она как выражается? Она выражается и в продаже оружия Азербайджана, что неприемлема, исходя из тех же союзнических отношений, договоров, которые есть между Арменией и Россией. Она выражается и именно в дипломатии, которая проводится по отношению к Армении и Азербайджану. Хотя на уровне договоров Армения союзник, чисто де-юре. Но де-факто проводится именно паритетная политика. Мы делали исследования по поводу вот этой политики. Ни к чему хорошему в долговременном плане это не приведет, потому что так или иначе регион этот очень важный, как для России, так и для других внешних игроков. А живем тут мы. Живем-то тут мы. Вот давайте, Никита Олегович, согласны с этой позицией? Да, я об этом и говорю. Здесь необходимо определяться, потому что в конечном итоге это не принесет нам двух друзей, или там 15 друзей, или 198 друзей, которые есть в Организации Объединенных Наций, или сколько там. А это принесет нам столько, как минимум, прохладных соседей. А если взять пример Украины, допустим, то это принесет нам открытые противостояния. Уже принесло побольше. Я говорю, да, ну то есть я говорю в перспективе других стран, да. Поэтому здесь необходимо более четко определиться. И на мой взгляд, подчеркиваю, на мой взгляд, Армения может стать той узловой точкой, когда Россия наконец-то проявит достаточно четкую категоричную позицию. И в первую очередь, это, конечно, вопрос признания Нагорно-Карабахской республики. Вы намечаете посидеть Нагорно-Карабахскую республику? Я обязательно посещу, не в этот приезд, но, так сказать, планирую обязательно посетить. Вот вчера мои товарищи выдвинулись туда с культурной программы, миссии. Вот, я, к сожалению, даже не знал об этом, поэтому и не посетил. Но обязательно буду это делать. Я считаю, что это расставит во многом точки нады в нынешнем кризисе. Этой двусмысленностью пользуются наши геополитические противники, очевидно, которые в большинстве своем очень категорично заявляют свои позиции по основным вопросам. В том числе и по последней двухнедельной ситуации, которая происходила в Армении. Не стесняются этого обстоятельства и в большинстве случаев выигрывают, к сожалению. Вот, поэтому, вот, если Россия пойдет по этому пути, это будет сделать гораздо проще. Но, повторюсь, сейчас Россия находится, ну, не то, что в подвешенном неком состоянии, вот, я с чего начал сегодняшний эфир относительно своих политических подходов. Я считаю, что после сентября будет гораздо проще в новом политическом поле российскому высказываться. Сейчас внутриполитическое поле, оно не учитывает изменений, которые произошли в посткрымском сценарии. И мы идем по некоему пути, что все политические партии стоят на этой трибуне. Крым наш. И, так сказать, риторика в этом ключе. Она должна быть более прагматична и исходя из российских интересов. Поэтому я думаю, что Россия это сможет сделать после сентября. И в том числе результаты выборов должны будут повлиять на подходы и исполнительной власти, и президента России. Скажите, пожалуйста, вот такой вот, может быть, топорно прозвучит этот вопрос. Что касается внешней политики России, как она видится нам с мест? Например, меня отсюда, наверняка украинским моим каким-нибудь коллегам оттуда и так далее. Видится это следующим образом, что Россия подходит к своим партнерам по бывшему Советскому Союзу, да, с точки зрения, куда вы денетесь. И вы будете делать то, что мы вам скажем. Как мы вам скажем. Чувствуется ли такая ситуация из России, так как вы все-таки внутри политической жизни? Да, вы знаете, особенно в отношении Армении. Скорее всего, в отношении других стран уже в меньшей степени. У нас есть некое отрезвление. Допустим, по Средней Азии мы, допустим, потеряли экономические связи, уступили Китаю уже в два раза. Объем нашей внешней торговли там 30 миллиардов долларов, у Китая уже 60 миллиардов долларов. И Таджикистан, и Киргизия, да и Казахстан, которые члены Евразийского экономического союза, и Узбекистан, они уже во многом ориентируются на китайский вектор. Или, так сказать, наш великий шелковый путь, который выстраивает, значит, Китай, Турция, Грузия, значит, тот же самый Казахстан, да. Вот. В отношении там балтийских стран мы там не рассматриваем и так далее. Остались две страны, по отношению к которым мы действуем в таком ключе. Беларусь и Армения, соответственно. Но мне кажется, это пагубная вещь. Если Россия считает, что Армения в своем подходе в отношениях с Россией будет всю жизнь воспринимать историческую ценность своего государства и сохранение своего государства как данность, данная Российской империей, да, или Советским Союзом, или там большевики, которые там создали Армению, или что-то еще какие-то. Это глупость абсолютная. Мы живем в другой политической реальности. Мы живем сейчас не в двуполюсном мире, да, и не в многополюсном. Мы живем в мире, где есть один гегемон, который захватывает весь мир постепенно, да. Через Транс-Атлантическое партнерство он накрывает Европу. Сейчас с другой стороны дружит против Китая Транс-Тихоокеанское партнерство. То есть, по большому счету, этот мир перестал быть таким. И поэтому они достаточно эффективны, этот наш геополитический противник действует, в том числе и сейчас. И в том числе промыть мозги он сможет здесь и сделать это достаточно эффективно. Поэтому я считаю, что Россия должна отойти от этих клише такой, так называемой исторической правды и понять, что выстраивать отношения нужно, исходя из нынешних реалий и реальных партнерских отношений. Ну, условно, мы продаем газ здесь, да, по 160 долларов, да. А, значит, здесь люди платят сколько? 375 долларов за... Ну, все очень нерадужно. Все очень нерадужно. Или рядом, значит, а рядом находится Иран, который говорит, да мы готовы там за 130 или за сколько-то еще, да, и так далее. Армении достаточно быстро протянут руку помощи, если Россия будет вот в кавычках руку помощи, да, в своих интересах и антироссийских интересах. И потеряв Армению, мы потеряем плацдарм всего на, не только там в Закавказском регионе, да, как таковом, но и в целом на Ближнем Востоке и в Средней Азии в том числе. Потому что это ключевой и логистический путь, и логистический с точки зрения политики, с точки зрения политики, точка для России, в которой либо мы можем продвигать свои интересы, либо наоборот упустить. — Вы говорили о том, что в сентября мы получим... — Не раньше сентября. — Ну, после выборов в России мы можем получить новое политическое поле с какими-то изменениями. Я не знаю, на самом деле, какие могут быть изменения, потому что понятно, что сегодня Единая Россия и президент настолько сильны, что, скорее всего, мало что может измениться, скажем так, в качественном плане. Может быть, это изменится в каких-то ментальной ситуации, может быть, люди какие-то придут другие, которые будут другие советы давать. Я не знаю, вам лучше понимать. Но у нас тоже придут серьезные очень перемены в 2017 году, тоже выборы. Как вы думаете, и вполне возможно, что в 2017 году здесь изменится очень многое, потому что, на мой взгляд, республиканская партия, которая сейчас гегемон в Армении, она может потерять очень многое в 2017 году после всех этих событий. Как вы думаете, реально сможет Россия и готова ли она к новым реалиям в Армении? К тем извинениям, которые могут произойти? Я думаю, что сейчас, очевидно, не готово. И события, произошедшие, это показали. Дай бог, что изменения, которые, очевидно, назрели в Армении, а изменения связаны с системой управления, к экономическим подходам, к международным экономическим отношениям, будут идти в ключе мирным, то есть в рамках избирательной кампании, в рамках выборов и так далее, а не на улице. Слава богу, эта ситуация сейчас определенным образом завершилась. России сейчас необходимо принимать решение, как реагировать. Я так понимаю, в следующем апреле у вас, да, выборы или когда? Да, весной. Весной, да. Очевидно, что нынешнее противостояние, оно изменит политический расклад, в том числе и в связи с такой, на мой взгляд, низконеуклюжей российской позицией, которая была. Очевидно, что антипрезидентские настроения здесь будут играть определенную роль в избирательной кампании как таковой. Поэтому я считаю, что Россия должна, если она еще продолжает иметь влияние на Сарксяна, а вот это тоже необходимо будет понять в ближайшее время, убедить его в том, что до этого момента необходимо проводить политические, ну и запустить старт неким экономическим реформам в Армении. Необходимо, скорее всего, все-таки принять понимание, что должно быть некое правительство народного доверия, которое бы воспринимало бы волю не только элит, сформировавшихся здесь, и определенным образом паразитирующих, и общество это наблюдает и видит, а, собственно, дать народу понять, что они имеют возможность оказывать влияние на это, даже через улицу, если это произошло. И я думаю, что только таким образом удастся сохранить баланс сил. Он уже другой, он уже не тот, который с 2008 года здесь выстраивается, в том числе при поддержке России. И России необходимо понять, что либо она поступится интересами при поддержке Сарксяна, здесь и допустит влияние иных общественных настроений, либо она может потерять здесь влияние внутри Армении, а уже потом и полный разворот. К нам вернулся Гор. Да, доброе утро. Я приветствую господ наших сегодняшних гостей, господина Исаева и господина Бущана. Спасибо, что нашли время, пришли. Я бы, конечно, хотел больше с господином Исаевым поговорить про телепроект «Футбольная академия», но на самом деле есть вопросы более важные. Мне вообще непонятно, почему президент России должен оказывать какое-то влияние или думать о том, или мы должны думать о том, что он должен оказывать влияние на нашего президента. Для меня это совершенно... Я бы не говорил о влиянии, но я думаю о том, что... Нет, я цитирую. Да, я понимаю. Я цитирую, да. А вот, интересно, на господина Путина кто-нибудь оказывает влияние? Мне тоже интересно. Жена точно бывшая. Бывшая, да, наверное. Наверное, президент Армении не должен быть, скажем так, под влиянием каких-либо других президентов, и так должно быть правильно. Совершенно с вами согласен, так же, как с господином Бущаном, о том, что нужно менять систему, систему нужно менять в нашей стране, и, может быть, и в России, а, может быть, во всем мире. Я вспоминаю гениальный совершенно наш спектакль «Хата-баллада». Не знаю, господин Исаев знаком или нет, в котором были потрясающие строки, что что-то в этом мире испортилось. Да, что-то где-то не так. Да, да. Господин Исаев, скажите, пожалуйста, мне, вот... Я так понимаю, что мои друзья и коллеги уже с вами поговорили практически на все темы, но уверен, что вот эту тему вы не затрагивали. Будущее России и Армении... Ну, вот я подошел буквально к этому вопросу. Каким-то образом вы смогли сформировать? А что касается ментальных взаимоотношений российской культуры, византийской культуры, ее влияние на регион, и, соответственно, Армении как носительницы корневой части вот этой культуры, как первой христианской страны, как страны, чья принцесса, собственно говоря, когда-то... Ну, принцесса из армянского рода привезла христианство на русскую землю и так далее. Вот на этих ментальных взаимоотношениях народы наши... Знаете что? На самом деле, наверное, сегодня мы больше говорим, к сожалению, о дружбе президентов, о каких-то государственных взаимоотношениях, о базах. Но вот о простой дружбе народной, они, ну так, говорится вскользь, и говорится о том, что так и должно быть. Но мы понимаем, что мы живем в страшном мире, и все не так и должно быть, к сожалению. Вот по этому поводу что-нибудь надо делать вообще? Ну, очевидно, да, я сегодня уже касался этого вопроса, то, что Россия сделала, конечно, крен, да и не только в отношении Армении, в работу с элитами, да, в работу с властью, и даже не с оппозицией, а именно с властью, в первую очередь. И фактически забыла именно гуманитарные, культурные отношения, исторические отношения, тем более с Арменией, вы правильно сказали. Пример Украины четко показывает, что даже при наличии глубоко ментальных корней совместных, да, общих, да, и религии, и культуры, и истории взаимоотношений и так далее, может развернуть настроение общества и создать врага, да. Тем более, как известно, из соседа враг может быть гораздо более опасным, чем, так сказать, те, которые живут за океаном, условно, да. Поэтому вещь опасная. Вот, допустим, вот когда там в 10-м, условно, году, я, например, размышлял на тему того, что будет делать Россия в случае получения экономического кризиса, да, и понимал, что России нужна будет война, да, какая-то. Ну, не то, что нужна, да, там, понимание изменения ментальности через это, да. С кем, я думал, мы можем воевать, потому что, вот, заставить нас ненавидеть грузин не смогли, например, вот, не получилось это сделать после войны 8-го года, ну, все-таки, наверное, в силу, так сказать, вот, и устойчивых там отношений, менее проблемных там, и в силу того, что все-таки Грузия не столь большая страна, там, скажем так, размер. А вот я думал, что вот Украина, возможный вероятный вариант, и это произошло. И если посмотреть на украинское информационное пространство, которое продолжает сейчас рассказывать им о враге таком России, и действительно русофобские настроения там зашкаливают, как таковые, хотя, естественно, они потихонечку разворачивают, с учетом, так сказать, того, что происходит там, и их собственная власть, как это обеспечивает это возвращение, может, Россия через это здесь. Что может произойти с Арменией? Я не могу исключить, что если подобные заявления будут продолжать идти, а также действия, которые осуществляются Россией, вот то, что мы обсуждали, Рокозинское заявление, мы можем не то что стать врагами, а достаточно холодно смотреть друг на друга и менять свои геополитические интересы. Особенно, если на волне вот этих вот антипрезидентских настроений, которые звучали сейчас, изменится политическая картинка, а уж тем более, если это произойдет там через какие-то жесткие решения в одну или в другую сторону, мы можем получить как минимум недоверие. И даже наши корни не смогут спасти ситуацию. То же самое в Украине, у нас единая вера, по сути своей. Вообще, конечно, жутко смотрелось противостояние Украины и России. Жутко просто. Урок не извлекает от событий, которые происходят. А ты знаешь, Арман, по-моему, там ситуация, извини, Гор, ситуация такая же, как ты говорил, вот мы буквально несколько минут, потому что элита российская абсолютно оторвана от того, что происходит в жизни. Так же, как и наша элита оторвана. Да, в виртуальном параллельном мире, который как бы... Вы знаете, вообще государство... Арман Джан, немножко назад, чтобы микрофон, а вот так вот. Вообще, устойчивость общественных процессов, государственности, она обеспечивается, когда интересы элит, государства, общества, вообще составляющих элементов совпадают. Вы знаете, в Армении этот совпад... Давно уже в экономическом плане, в плане социальной справедливости, естественно, интересы элиты и народа простого, естественно, уже давно, 25 лет не совпадают. Но был один элемент, который совпадал, это Карабах. Этот элемент совпадал, и это обеспечивал устойчивость государства. Но вот неопределенно с позицией не только армянских властей, но и неопределенно с позицией России по этому вопросу в итоге начинает подрывать тот порядок, который устоялся в Армении. Поэтому исправить ситуацию можно прежде всего. Самая сейчас актуальная тема, именно геополитически важная для Армении, это вопрос признания Карабаха. Давайте, вот вчера президент что заявил, президент Армении? Он заявил односторонних уступок... Вы что-нибудь поняли из того, что он заявил? Это мы с тобой хотели... Жаль, что тебя не было, мы хотели... Я хотел с тобой тоже обсудить. Извини, Арман, просто времени совсем мало. Никита Олегович, согласны с тем, что в России тоже элита оторвана абсолютно от реальной жизни сегодня? Да, согласен. Я согласен. И я считаю, что вот в том вихре, который сейчас закручивается в мире, эту ситуацию необходимо менять. А готова ли элита поменять свою? Элита никогда не готова перестать быть элитой. Элита никогда не готова, чтобы в ее ряды включилась новая элита. Элита будет защищать свою элитарность как таковую. Но элита должна понимать, что в какой-то момент она не просто перестанет быть элитой, а мы можем терять свою правосубъектность как таковую. Поэтому я считаю, что в России смена элит назрела. И сейчас вот эти процессы пошли. Вы видите, если раньше каких-то стрелочников находили в коррупционной составляющей и так далее, то сейчас я наблюдаю такой достаточно жесткий процесс смены элит. Мы видим в губернаторском корпусе отставки руководителя федеральной таможенной службы. Но мы видим, что отставки отставками, а назначаются на них ребята из охраны. Да, назначаются из охраны, но это означает, что мы готовимся к попытке стабилизировать ситуацию как таковую. Вопрос, как они себя проявят, вот эти ребята из охраны, в первую очередь с экономической точки зрения, то, что в России сейчас внутри эта проблема номер один как таковая, это вопрос. Не проявят, значит, не проявят. Ну, допустим, губернатор Тульской области из охраны, президент, уже год или чуть меньше работает. У меня приятель, у него замгубернатора по экономике. Вот они сейчас подготовили большую экономическую программу. Посмотрим, как смогут эти ребята из охраны. Может, стоит взять... Из охраны кого-то? Да. Крепкие ребята из охраны. Никита Олегович, я так понимаю, что можно об этом говорить бесконечно. Время не резиновое. Вопрос все-таки футбольный. Вы, как коренной москвич, за какой клуб болеете, очень интересует... За ЦСКА я болею, за ЦСКА. Ну, какие надежды в этом сезоне? Ну, слушайте... Пока Спартак чемпион. Пока да. Слушайте, я вот с грустью посмотрел, там Суперкубок есть такая тема. Да, да, мы тоже следили. Да, очень грустная история. А вот вообще российский футбол обычно после вот этих вот международных форумов Чемпионата мира и Европы очень сложно смотреть. Не знаю, как армянский футбол смотреть. Вообще нельзя. Вообще нельзя. Мы до этого... Вы знаете, я вынужден бываю как-то... Не то, что вынужден, но иду, смотрю, страдаю, но что поделать. Кстати, очень мало времени осталось, но вот скандал вокруг олимпийской сборной российской и вообще российского спорта, потому что мы видим серьезные проблемы и в РФС, все, что связано с российским футболом, как, да, флагманом, потому что, ну, футбол-спорт номер один. И то, что мы сейчас видим с олимпийской ситуацией. Как вы могли бы охарактеризовать буквально в нескольких словах? Молубкову отставку вот так устроят в нескольких словах. Нам-то как бы все... Я могу сказать следующее. Мы, очевидно, упустили в развитии спорта, гнавшись за политической составляющей этого и, так сказать, олимпийские игры, и победа олимпийских игр, чемпионат мира по футболу, мы упустили и сам спорт высших достижений, к сожалению, на мой взгляд, и детско-юношеский спорт. Первую очередь. И то, и другое, на самом деле. Если посмотреть на нашу сборную, которая бы поехала бы в полном составе летнюю, я думаю, что мы боролись бы за первую десятку, к сожалению. Поэтому я считаю, что необходимо в корне менять вообще все подходы к развитию спорта. Я вспомню, как, например, в футбол, если вспомнить сборную Германии, по-моему, в 2004 году чемпионат Европы не вышла из группы. Провалилась, да? Да. И они приняли программу развития футбола. Сразу же, резко причем, конечно. И вот она, сборная Германии, сейчас, очевидно, наверное, номер один в мире. Чемпионы мира, полуфиналисты чемпионата Европы, да? Да, все правильно. И это построено на... У них там 60 тысяч футбольных клубов, у них там профессиональные тренеры и так далее. То есть они сейчас некий эталон для развития футбола везде. Причем это не огромные сумасшедшие деньги, которые мы пытаемся лупить в открытие стадионов. Пять стадионов в Москве по 40 тысяч, которые, ну, я не знаю... Не заполняются вообще. И не будут заполняться никогда. А в этом будущем можно надеяться на лучшие сдвиги в России? При том, как работа со спортом идет сегодня, невозможно. Да. При том, как стадион в Питере строят непонятно, сколько времени и за какие деньги... Стадион в Питере уже не строят. Уже не строят, сказать, что месяц не будут строить. Да, это вообще кошмар. Большое спасибо, Никита Олегович. Большое спасибо, Арман. Арман у нас тут прописался. Да, да, да. Желаем удачи, успехов, процветания мирного неба и Армении, и России. И вместе. Да. Дай бог, чтобы это было вместе, чтобы мы были довольны друг другом. Вот самое важное. Да, да. И чтобы мы любили друг друга, и чтобы мы дружили, и чтобы уважали, и чтобы никогда не было скрещенных пальцев за спиной. Надеюсь, да, это не просто красивые слова, и даже уверен в этом обстоятельстве. Но нам придется пройти большие испытания, и главное здесь... Он придется поработать. И нам придется поработать над тем, потому что компромисс это и работа в том числе. Мы должны понимать друг друга и уважать друг друга. Это крайне важно. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо большое. ЦСКА желаем чемпионства. Да, да, спасибо. Теперь мы за Спартак не болеем, Юра Мавсисяна там нет. А как же Анжик Арлен сыграл? Ну да, хорошо, за Анжи даже не знаю, ты как-то за Анжи не болел. Тяжело, да, но Карлин Макарчан играет. Я сегодня говорил, и Хурен Байарамян в Ростове сегодня уже вчера сидел в запасе конкретно. Может быть, выйдет. А где Березовский? Закончил, Динамо тренирует вратарей. Нет, Березовский вратарей тренирует Динамо. Он один из тех редких ребят, кто не ушел из Динамо, несмотря на то, что Динамо ушло в первую лигу. Вот так вот, спасибо большое. На оптимистичной футбольной ноте. Да, да, да. С надеждой на лучшее рекламу и до свидания. Мы тоже с вами уже прощаемся. До завтра. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok